Открытый телеканал представляет. Энтони Хопкинс, его главный принцип такой. Помни, твоя радость и смерть придут к тебе в свое нужное время. Ты ни черта не можешь на это повлиять. Точно. Даже если захочешь с тобой убиться, тоже не получится по твоему желанию. А тогда, когда надо. Ну, мы развиваем медицину, мы удлиняем нашу жизнь. Это все мы прикладываем силой для того, чтобы вовремя, вовремя смыться с этого мира. То есть вы считаете, что если бы даже мы не делали этого, не развивали бы медицину, не разрабатывали бы... Абсолютно все было бы то же самое. Тогда вот как-то для наших зрителей вы можете все это осовокупить, как бы, и дать какой-то такой, действительно, принцип, по которому надо бы жить. Принцип очень простой. Не дергайся. И все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Значит, все эти карьерные лестницы. Ну, это вообще... Мы же видим все, на наших глазах как-то все... Рушится. Да. А поиски смысла жизни тогда я за больное сейчас возьмусь. А вот поиск смысла жизни... Да. ...чтобы найти точку равновесия с Творцом. Когда ты понимаешь, что все должно идти по его плану, и ты смиряешься перед этим, в конце концов, перед его планом, и спокойно плывешь. То есть, в принципе, весь вот этот жизненный путь, все-все-все должно сводиться вот к этому, то, что вы сейчас сказали, да? Поиск вот этой точки соприкосновения с Творцом. Да. Найти вот это вот течение... Да. И вступить в него, и плыть по нему. А когда наступает вот такое спокойствие, которое вы сейчас излучаете? Вот такое вот. Когда оно наступает? Все-таки после бега, поиска, или после уже прикосновения к чему-то, к какой-то такой правде? Вот когда? Я думаю, что после лет 20 занятия кабалой, оно уже может наступить. А если в подходящем обществе, то и раньше. Потому что будешь слышать от всех. Оттуда и отсюда, и так далее. И тогда мы возвращаемся ко всем этим принципам, тогда они становятся реальными, да? Спокойно, и не торопишься, не смешишь Бога своими планами. Ты просто не лечишься ни с какими своими планами и действиями. Ты просто живешь, пытаясь уловить все глубже и глубже течение жизни. Ну и тогда последний вопрос. И что я улавливаю все-таки? Что? Ты улавливаешь то, что исходит из Творца и уносит тебя. Вот что это, скажите? Это и есть время. Это время. Время? Да. Течение времени. Время. Река жизни. Вот время. Тогда скажите, что вы вкладываете в это? Для меня это может быть тиканье часов. Ну что ты? Ну хорошо, время бегущее, там, старение. Нет, это просто течение. Течение. И ты чувствуешь, как ты согласен с ним, готов лечь на это течение, и чтобы оно тебя несло. И это правильно. Правильный принцип, правильная прожитая жизнь, да? Да. Да. Ты все равно не можешь сделать ничего иного. И наоборот, мудрость в том, чтобы подчиниться. ЗдоровING. С вами был Игорь Нiffsцен.